В день Рождества христиане вспоминают событие, которое случилось в городе Вифлееме более двух тысяч лет назад. Как гласит евангельское повествование, в этот день родился Спаситель рода человеческого – Иисус Христос, Сын Божий. Рождество Христово является одним из 12 великих праздников православной церкви и имеет значение для каждого православного христианина. Дни поста, который предшествовал Рождеству Христову, подготавливали себя к этому празднику. А для чего подготавливали? Для того, чтобы пришел к нам Христос, к каждому человеку, чтобы пришел Господь и вселился в душе каждого человека, который стремится к Нему. Как говорит Господь, все стою у дверей и стучу, кто отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с Ним, буду с Ним. Как гласит Священное Писание, Спаситель родился зимней ночью в иудейском городе Вифлееме. Мать Христа, Дева Мария, прибыла в город вместе с Иосифом Обручником для участия в переписи населения. Однако для них не нашлось свободных мест в гостинице. Путники были вынуждены остановиться в пещере, куда пастухи сгоняли скот на ночлег, по-старославянски вертеп. Там божественный младенец и появился на свет. К ночующим неподалеку от пещеры пастухам спустился ангел, который и известил их о произошедшем чуде. Затем дары Бога-младенцу принесли мудрецы-волхвы с востока, которых к Вифлеемской пещере привела звезда. Узнав о рождении Мессии и желая его уничтожить, опасаясь за свою власть, царь Иудей Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был спасен от смерти, поскольку Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник укрылись в Египте. Праздник Светлого Христова Рождества православные христиане, как правило, встречают в храме, а затем собираются в кругу родных и близких, сохраняя праздничные семейные традиции. Особенно в этот день у меня есть традиция каждый год стараться выйти в храме. Я работаю на скорой помощи, у нас очень сложная, тяжелая работа. И чтобы как-то духовно прийти в себя, чтобы собраться с мыслями, чтобы были силы спасать дальше людей, приходишь в храм, помолишься, постоишь в эту прекрасную рождественскую ночь в службу и становится на душе легче. Именно поэтому каждый год я стараюсь посетить и вообще по мере возможности хожу в храм, набираю сил, молюсь, чтобы все было хорошо. Такой добрый, светлый праздник. Почему бы не встретить его в кругу близких людей. То есть для меня близкие люди – это участники православного молодежного движения. Вот, то есть мы объединяемся в этом порыве, послужить людям, то есть подарить им немножко частичку тепла в этот день. В ночь с 6 на 7 января митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска в сослужении духовенства собора. Иисус уросшуся в Ифриеме иудействе, вот дни Ирода царя, все волцы от восток придоша во Иерусалим глаголюще, где есть рожденься царь иудейский, видиху в возвесбу и гоно-востокце. На праздничной литургии было оглашено рождественское послание Патриарха Московского Сия Руси Кирилла архипастерем, пастерем, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви. В своей проповеди владыка подчеркнул, что Рождество Христово – это особый праздник для православных христиан. Великий праздник, когда мы вспоминаем пришествие в мир Христа Спасителя, Бога, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, который ради людей, ради спасения их от греха стал человеком, таким же, как и мы с вами, только безгрешным, и пострадал, понеся возмездие за грех всего человеческого рода. И этот день для нас является началом и исполнением человеческой истории. Владыка сердечно поздравил всех с праздником и пожелал помощи Божией, благословения родившегося Бога-младенца. По окончании богослужения добровольцы из числа педагогов и родителей учащихся воскресной школы и православной молодежи помогли организовать трапезу для прихожан. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. 7 января в торговом центре «Аквамол» впервые прошел рождественский флешмоб. В акции приняли участие певчие из разных храмов Симбирской епархии и посетители торгового центра. В их исполнении прозвучали рождественские колядки. По ступам дорогу ангелу казал, Аллилуйя, Аллилуйя, По ступам дорогу ангелу казал, Там, где на дверце полнят беседари, Бог сошел на землю и весняк лежит. Как правило, колядка – это маленький рождественский рассказ о величайшем событии – рождении спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пение колядок имеет давнюю традицию и имело широкое распространение в сельской местности. Традиция эта прерывалась в советское время, но возрождается сегодня вновь. Посетители торгового центра восприняли флешмоб с интересом и с радостью, активно присоединялись к пению. Рождественский концерт, прошедший 8 января во Дворце Дружбы Народов Губернаторский, стал доброй ежегодной традицией в Симбирской епархии. Каждый год организаторы стараются сделать его программу как можно интереснее и насыщеннее. Большой рождественский концерт уже традиционно у нас проходит с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. И это основа нашего концерта. Звучит прекрасная музыка русских композиторов. И каждый раз это образная музыка. Она прекрасная и она соответствует настроению Рождества. Но каждый год мы ищем какие-то интересные вкрапления в этот концерт, которые могли бы дать другие краски Рождеству. Концертную программу открыл Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский под руководством главного дирижера Эдуарда Дедюры. Ну, конечно же, этот праздник объединяет нас всех православных христиан. Это один из великих праздников наших христианских. И, конечно же, очень традиционно и приятно в этот вечер рождественским нашим слушателям, нашей публике подарить вот это праздничное настроение. Зрителями концерта стали представители духовенства и прихожане симбирских храмов. Участников и гостей мероприятия приветствовал митрополит симбирский и новоспасский Лонген. Ладыка напомнил об истории праздника и обратился к присутствующим с пожеланиями мира и добра. Вновь с трепетом и ликованием мы переживаем главное событие человеческой истории. Бог творит с неба и земли всего видимого и невидимого. Нас ради человека и нашего ради спасения стал во всем подобным нам человеком. Ради каждого из нас, ради нашего спасения при вечной, невместимый Бог в глубоком смирении приходит в наш мир. Вместе с Ним в нашу жизнь приходит свет, радость, надежда и утешение, которые чувствует в эти святые дни каждое верующее сердце. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил с Рождеством Христовым и Новым Годом жителей города. Мы обязаны продолжить делать все возможное для сохранения гражданского мира, развития межрелигиозного диалога, воспитания подрастающего поколения в духе истинного патриотизма и уважения к семейным ценностям. На это, прежде всего, направлена совместная деятельность государства и Русской Православной Церкви. Друзья, в этот светлый, радостный день я сердечно желаю счастья вам и вашим близким. В концертной программе принял участие смешанный хор Спаса Вознесенского кафедрального собора под управлением регента Романа Хитёва. Я думаю, что такие праздничные концерты, которые проходят у нас традиционно два раза в год в праздник Рождества Христова и в праздник Пасхи, конечно, совершенно необходимы. Они объединяют людей, объединяют слушателей, исполнителей и позволяют услышать духовную, нашу православную музыку за пределами наших храмов, в том числе вот в концертных залах. Смешанный хор исполнил тропарь и кондак Рождеству Христову. Стихиру Рождества ликуют ангели Якова Чмелёва и песнопение «С нами Бог» священника Василия Зиновьева. Рождество Твое век, Христе Боже наш, Серьёзно, мир родит свет разума, Мир родит свет разума, В исполнении оркестра под руководством Эдуарда Дедюры прозвучали тематические музыкальные произведения, арии из опер русских композиторов в исполнении солистов филармонии Маргариты Григорьевой Елены Рождественской. На сцене был представлен фрагмент моноспектакля «Пенежский Пушкин» в театре студии «Анфант Терибль». Зрители и слушатели охотно делились своими впечатлениями, полученными после того, как завершилась концертная программа. «Чаще надо проявить такие концерты на все праздники, может быть, христианские, чтобы все всегда были вместе. Потому что вы видели, как сейчас зал в одном порыве и кричал «право лея». В одном порыве мы все радовались нашему оркестру. Всё-таки музыка – это чудо музыка, которое объединяет нас, которое даёт нам радость, которое позволяет нам дальше радостно и счастливо жить». Организаторами праздничного концерта стали правительство Ульяновской области, Симбирская епархия, Министерство искусства и культурной политики и Центр народной культуры. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. 25 декабря в Центре «Патриот» состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства Симбирской епархии. Его возглавил митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин. На собрании присутствовали священнослужители из города и области, в том числе благочинные и руководители епархиальных отделов, сотрудники епархиального управления и учащиеся Центра подготовки церковных специалистов. Во время ежегодного епархиального собрания правящий архиерей старается максимально подробно представить год и жизнь епархии, рассказать о разных гранях церковного служения. В своем докладе Владыка сообщил, что на сегодняшний день в Симбирской епархии действует 129 приходов. Три женских монастыря совершают свое служение 141 священнослужитель. Владыка отметил, что непростые события, которые сегодня происходят в мире, повлияли и на жизнь епархии. Нашим долгом и нашей общей обязанностью является забота о сохранении и дальнейшем развитии церковной жизни на нашей Симбирской земле и в нашем Отечестве. И в то же время мы не можем не видеть и не осознавать, что мир стремительно меняется. Происходят события, которые неизбежно отражаются на жизни каждого человека и на которые необходимо откликаться. По слову святейшего патриарха Кирилла, в контексте продолжающихся военных действий Церковь призвана выстраивать систему взаимоотношений и взаимодействия со всеми небезразличными людьми. Молитвой и добрыми делами поддерживать наших воинов, всех нуждающихся в сочувствии и всех пострадавших в эти дни. Митрополит Лонгин перечислил основные события, связанные с помощью и поддержкой военнослужащих. Это передача санитарных автомобилей УАЗ в зону проведения специальной военной операции, служебные командировки священнослужителей для духовного окормления воинов и сбор гуманитарной помощи. Во всех храмах собирается гуманитарная помощь. Во многих храмах плетутся маскировочные сети, льются окопные свечи, которые потом передаются на передовую. Конечно же, нельзя не сказать об огромном участии военных священников, которые сейчас находятся на передовой с нашими бойцами. В 2023 году правящий архиерей совершил великое освящение шести храмов. Продолжаются работы по строительству храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Засвияжье. На территории храма святителя Николая Чудотворца в Ульяновске завершилось строительство духовно-просветительского центра, которое велось несколько лет. Правящий архиерей подробно рассказал о жизни Симбирской епархии в 2023 году. Он остановился на вопросах строительства, реставрации и благоукрашения храмов, общеепархиальных мероприятиях и работе епархиальных отделов, проблемах пастырского служения. Владыка назвал главные события года, среди которых международная книжная выставка-ярмарка «Радость слова», организованная издательским советом Русской Православной Церкви и Симбирской епархией, Всероссийская научная конференция «Научные труды и духовная жизнь известных ученых-священнослужителей», прошедшая в рамках работы регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, первый крестный ход от Воскресенской Германовского храма до Спаса Вознесенского Кафедрального Собора с Жадовской Казанской иконой Божьей Матери, День Чествования, Казанской иконы Божьей Матери и День Народного Единства, а также региональный этап 32-х международных образовательных рождественских чтений, посвященных в этом году теме «Православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего». «Более почти 20 площадок было задействовано, больше тысячи человек, естественно, на эти площадки были, поэтому все отделы провели свои секции на достаточно высоком уровне, кто-то выше, кто-то лучше, кто-то стабильно, всегда хорошо эти проводят площадки, поэтому, да, в этом году достаточно интересные чтения прошли и отклик до сих пор». Отдельная тема в докладе правящего архиерея была посвящена необходимости сохранения исторической памяти и почитания подвижников благочестия, Владыка напомнил, что в этом году решением Священного Синода утвержден новый состав Собора Симбирских Святых. «В него вошли имена еще шести подвижников, так или иначе связанных с нашим краем. Это священно-мучник Александр Тропицин и архиепископ Самарский святитель Герасим Добросердов, епископ Астраханский, священно-мучник Ирия Васильев-Покровский, Владимир Тексанов, Николай Розов, Сергий Знаменский. Таким образом, теперь Собор Симбирских Святых насчитывает 14 имен. Особо близкие нам святые, мы должны знать их, рассказывать о них прихожанам и особо чтить дни их памяти». Митрополит Лонгин рассказал о работе Епархиального центра подготовки церковных специалистов и упомянул о необходимости нового здания, поскольку растет число абитуриентов. Управляющий епархией обратил внимание на ряд вопросов, касающихся образовательной и духовно-просветительской деятельности епархии. Митрополит Лонгин призвал священнослужителей к более активной работе со школами, вузами и техникумами, а также подчеркнул особую миссию воскресных школ на приходе. «Я глубоко убежден, что без воскресной школы у наших храмов нет будущего. Задача воскресной школы воспитывать право верующих православных христиан, которые живут по заповедям и не мыслят в своей жизни без Бога и Церкви. Это очень сложная задача, это программа максимум, и мы должны помнить о ней, даже если нам пока приходится решать огромное количество других технических задач и проблем». Митрополит Лонгин затронул также тему социальной деятельности епархии. Одним из наиболее успешных он назвал благотворительный проект «Спасибо, мама», направленный на сохранение жизни еще нерожденных малышей. Еще одним значимым событием стало создание Центра социальной поддержки «Опора» при Никольском храме Ульяновска. Заключительная часть собрания была посвящена ответам Владыки на вопросы духовенства, большинство из которых касались священнической практики. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Продолжение следует... Продолжение следует...